В канун Дня Защитника Отечества в Волжском прошла спартакиада студенческой молодежи. Она объединила команды из всех вузов города. Молодежное многоборие прошло в Волжском впервые. Организаторы посвятили его Дню Защитников Отечества. Занятия спортом приобретают национальную идею. Конечно же, это хорошо. И занятия спортом делают человека сильнее не только физически, но и духовно. И в этом явное преимущество, чтобы наша молодежь проводила время не в межэтнических разборках, а мерилась силами на спортивных площадках. И явное тому свидетельство это проведение этой спартакиады в честь 23 февраля на новом ФОКе, который был построен в партии «Единая Россия». Среди участников студенческой спартакиады семь команд из вуза Волжского. Силами мерились как представители сильного, так и слабого пола. Для многих ребят нынешнее состязание не просто разовая акция. Занятие спортом для них большая часть повседневной жизни. Я занимаюсь баскетболом пять лет. Я его люблю, потому что он вырабатывает волевой характер, веру к победе, здоровье поддерживается спортом. Просто мне самой нравится. Соревнования построены так, чтобы справляться с заданиями было интересно и юношам, и девушкам, отмечают организаторы. Прыжки на скакалках, пресс, отжимания и мини-футбол. В программе состязаний как личные, так и командные зачеты. Будут временные интервалы, то есть командам дается одна минута, и за одну минуту нужно сделать большее количество раз. Либо это отжимания от пола, либо прыжки на скакалке, либо поднятие на пресс. То есть за одну минуту каждый участник должен сделать максимальное количество раз. Развитие молодежного спорта сегодня – это не только приоритет в работе региональных и местных властей. Это веяние времени, потребность самих молодых людей переключаться с компьютерной работы на физическую активность. Главное – поддержать такое желание и создать для этого все условия. Если мы сегодня не будем пропагандировать и культивировать именно интерес к спорту, к физической культуре, то никакой здоровой молодежи мы не будем иметь. Поэтому такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, для того, чтобы именно привлечь внимание и интерес детей и молодежи к спорту. Кстати, у жителей Волжского скоро появится больше возможностей для занятий спортом в комфортных условиях. Планируется, что осенью в городе откроется еще один современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство ведется при поддержке партии «Единая Россия». Продолжение следует... Продолжение следует...